Всем привет, дорогие друзья! С вами Илья Казаков и вы смотрите 18-й выпуск новостей Apple, где мы вместе с вами обсуждаем события, произошедшие в мире компании за последние две недели. Итак, сегодня в выпуске. В серии начинает учить русский язык. Лимба для iOS выйдет 3 июля. В Инстаграм появилось видео. Российский показ в Джобс намечен на 19 сентября. Приложение highnews.ru уже в App Store. Яндекс представил мобильную версию своего браузера. Джонни Айп вступил в новую должность. Новые фото iPhone 5s. Наш новый проект OZI 2013. Распаковка и первый взгляд на Apple Time Capsule 2013. Онлайн-магазин Apple заработал в России. Обзор Google Glass. Все мы с нетерпением ожидаем, когда строптивая Siri наконец-то заговорит на языке Пушкина и Достоевского. Это, если что, я сейчас говорю о русском языке. На днях нам удалось заметить одну интересную деталь, которая может свидетельствовать о том, что в Купертино все-таки работают в этом направлении. В большинстве случаев имя пользователя, которому принадлежит устройство, в списке контактов значится на русском языке. В более старых версиях iOS, если задать Siri вопрос «What's my name?», это имя на экране отображается. Однако в голосовом ответе цифровой помощницы оно просто пропускается. В iOS 7 наблюдаются некоторые изменения. Теперь Siri уже способна произносить имена на русском языке, хотя на слух довольно сложно разобрать то, что она сказала. Несмотря на то, что это вряд ли можно назвать крупным нововведением, тот факт, что электронный ассистент уже начинает понимать кириллические символы, свидетельствует о том, что Apple все-таки занимается локализацией Siri для российского рынка. Не исключено, что в финальной версии iOS 7 мы получим то, чего так долго ждали. Все-таки Россия — один из самых крупных рынков для Apple на сегодняшний день, и долго игнорировать его просто-напросто не получится. Если вы когда-нибудь имели дело с консольной игрой Limbo, мы уверены, что она не оставила вас равнодушными. У одних она вызвала восхищение, у других — непонимание, но очевидно одно. Limbo является подтверждением того, что игры могут создаваться как настоящие произведения искусства. И вот после многолетнего ожидания эта игра готовится к появлению в App Store. В настоящий момент эта мрачная атмосферная аркада доступна на платформах PlayStation 3, Xbox 360, Steam и Mac App Store, где пользователи уже успели приобрести ее более трех миллионов раз. На этой же неделе разработчик PlayData объявил, что 3 июля ее смогут купить и владельцы iOS-девайсов. Сообщается, что Limbo можно будет запустить на iPad 2 и новее, iPhone 4s и iPhone 5, а также на последнем поколении iPod Touch. Официальная дата появления игры в App Store — 3 июля. Цена — 4,99 доллара. Кстати, в настоящий момент Limbo уже доступна в мобильной версии, и речь идет о консоли PlayStation Vita. Однако с выходом iOS-версии можно будет говорить о первом случае адаптирования игры под сенсорный интерфейс. Ждем все непременно. Как-то неожиданно социальный фотосервис Instagram представил на прошлой неделе возможность делиться короткими 15-секундными видеороликами, тем самым подложив хороших таких размеров свинью конкурентному сервису Vine. Обновленные приложения уже сейчас доступны в App Store и Google Play, поэтому обновляйтесь, если еще этого не сделали. И, конечно же, подписывайтесь на наш Instagram — appleinsider.ru. Если новость о том, что мировая премьера биографического фильма «Джобс», где в главной роли снялся Эштон Кучер, переносится на неопределенный срок, стала для вас настоящим разочарованием, то поспешим вас обрадовать. 16 августа показ фильма стартует на территории США. А согласно данным Кинопоиска, российская премьера картины назначена на 19 сентября. Основной причиной переноса даты мировой премьеры фильма «Джобс» в кинотеатрах, по словам руководителей проекта, стало недостаточное внимание со стороны прессы к картине. Первое, что сделали продюсеры фильма после переноса премьеры, представили официальный трейлер картины. Надо сказать, что трейлер весьма неплох. Первое официальное появление Штона Кучера в роли Стива Джобса можно назвать удавшимся. Остается надеяться, что и сам фильм нам тоже понравится, хотя Стив Возник высказал некоторое беспокойство относительно правдивости фильма, отметив, что Джобса могут показать в образе этакого святого, которого все игнорируют и недооценивают. Что ж, уже совсем скоро мы сможем составить собственное мнение об этой, без сомнения, интересной картине. Две недели назад состоялся долгожданный выпуск приложения сайта highnews.ru для iOS-девайсов. Для нас это очень важное событие. Надеемся, что и вам наше творение придется по душе. Для тех, кто не в курсе, скажу, что основную направленность сайта highnews.ru можно охарактеризовать как о технологиях и науке простым и доступным языком. Поэтому, если вам интересна эта область, милости просим на наш второй ресурс. Что же касается самого приложения, то оно очень похоже по логике построения на наш другой апп, приложение plansider.ru. Первая основная вкладка представляет собой ленту новостей, около каждой новости есть счетчик, оставленных комментариев, дата публикации и зеленый треугольник, символизирующий то, что новость еще о вами не была прочитана. Та, по заинтересовавшей статье, откроет непосредственно текст новости, а в самом низу вас ждут привычные кнопки социальных сетей. Скачивайте уже это крутое приложение Zapp Store и делитесь своими отзывами и пожеланиями в iTunes. 18 июня 2013 года компания Яндекс явила свету мобильную версию своего браузера. На данный момент доступна версия для iPad и Android смартфонов, а остальные устройства непременно получат поддержку в начале осени. Основная идея мобильного браузера от Яндекс, как ни странно, облегчить жизнь пользователю. На это нацелены основные функции Яндекс.Браузера. Во-первых, ребята из Яндекса потрудились над строкой поиском, она же строка ввода адреса. Облегчить жизнь нам поможет интеллектуальность этой строки. По замыслу разработчиков, она призвана избавить пользователя от лишних кликов. То есть, если вы введете купить iPhone Авито, браузер не будет показывать вам всю поисковую выдачу, а сразу же отправит вас на сайт Авито. С остальными новшествами Яндекс.Браузера вы можете ознакомиться на нашем сайте, а скачать само приложение можно, сосканировав вот этот вот QR-код на экране. Сэр Джонатан Айф, один из самых влиятельных британцев нашего времени и создатель дизайна многих устройств компании Apple, на прошлой неделе вступил в новую должность. Он занял пост старшего вице-президента по дизайну. Хотя раньше Айф отвечал только за внешний вид iOS-устройств и компьютеров Mac и не занимался непосредственно операционными системами. Правда, еще тогда было ясно, что Джонни является самым авторитетным дизайнером в Купертино. Не зря в этом году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. Удивительно, но о существовании Айфа многие не подозревали до появления новой iOS на прошлой неделе. То же самое можно сказать и про Крейга Федерики, который произвел настоящий фурор на презентации 10 июня. Выступление Федерики стало самым запоминающимся из всех, во многом за счет периодических диалогов со зрительным залом и уместных шуток. Еще несколько лет назад Apple ассоциировалась только со Стивом Джобсом. То теперь уже у корпорации не одно лицо, а несколько. Это и Фил Шиллер, и Джонни Айф, и, конечно же, сам Тим Кук. Хорошо это или нет, определенно сказать пока нельзя. Продолжая череду утечек информации о готовящемся к производстве следующем поколении Айфона, на прошлой неделе издание MacRumors опубликовало фотографии, на которых, как предполагается, изображен новый смартфон изнутри и снаружи. Так как в корпусе устройства заключена та же самая системная плата, которая появилась на предыдущих фотографиях, есть все причины говорить, что перед нами действительно тот самый Айфон 5s. На задней панели корпуса стоит отметить появление фотовспышки продолговатой формы. Это можно рассматривать как подтверждение слуха о том, что новый Айфон получит двойную светодиодную вспышку. В остальном же внешний дизайн новинки ничем не отличается от облика Айфон 5. Если этим летом вам не посчастливится предпринять фоеж по курортным местам, то мы предлагаем вам отправиться с нами в видеопутешествие по любимой планете. Вместе с нашим другом Евгением Бояринцевым на этой неделе мы представили новый уникальный проект ОЗИ-2013, который определенно заслуживает вашего внимания. В рамках этого проекта Евгений собирается осуществить головокружительную Одиссею, за 24 дня посетить 8 стран, налетов в общей сложности 41 376 километров за 13 перелетов. К нашему же сайту проект имеет самое непосредственное отношение, поскольку сделать это он собирается, взяв с собой в дорогу лишь Айфон и кредитную карту. Новые выпуски вы можете смотреть как на нашем сайте, так и на канале Apple Insider.ru на YouTube. Приятного просмотра! На этой неделе в нашей редакции начали появляться новинки, представленные компанией Apple 10 июня на WWDC. Мы уже сделали анпэйкинг новенькой Time Capsule 2013, где оценили ее внешний вид. А совсем скоро мы подготовим и полноценный обзор этого устройства. Ждем вас на нашем канале на YouTube. 26 июня случилось поистине эпохальное событие. В онлайн-магазине Apple официально начал работать российский раздел. Отныне вы можете покупать продукции из Купертино на таких же условиях, как это делают во всем цивилизованном мире. Помимо, собственно, онлайн-магазина, на сайте также доступна русскоязычная служба поддержки. Воспользоваться ей можно при помощи онлайн-чата или по телефону горячей линии 8800-33-5173. Специалисты компании готовы помочь вам с выбором товара или дать совет по его использованию. Что касается цен, то здесь ситуация довольно неоднозначная, хотя и в целом, за исключением айфонов, яблочные устройства стоят дешевле, чем у официальных дилеров. Несколько дней назад нам удалось взглянуть на очки Google Glass. Естественно, обзор этого девайса уже лежит на канале Android Insider. Там же можно найти и распаковку Google Glass, и пример видео, которое очки снимают в разрешении 720p. Это, конечно, не так много по сегодняшним меркам, но все же нужно делать скидку и на то, что это очки, пусть, конечно же, и не совсем обычные. Впечатлений от девайса осталось массой, и вам наверняка интересно, не начинает ли глаз коситься в другую сторону после использования Google Glass. На самом деле, непривычно только первые полчаса, после чего к гаджету привыкаешь, и все становится на свои места. Ну да ладно, чего я вам тут рассказываю. На канале Android Insider.ru все видео доступны. Смотрите, комментируйте и подписывайтесь, и все такое. А на этом все, дорогие друзья. Спасибо за то, что были с нами. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на новые видео, и до встречи здесь, на YouTube. Пока-пока. Стас, чуть-чуть. Google Glass. Очки дурачки или серьезный гаджет? Я в фокусе? Я в фокусе ведь? Я бы очень хотел быть в фокусе. Не надо, не надо, не надо. Ну, нажми на плейта. Может, текст поедет? А может, будет группа поддержки. КОНЕЦ!